Всем привет! С вами аграрный портал World of None. Мы пригласили в нашу редакцию председателя правления Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Хайрата Бесетаева. В ходе долгой дискуссии мы выяснили, кто является главным тормозом развития сельского хозяйства и чего действительно не хватает фермерам. Честно сказать и сразу давайте мы, наверное, скажем о том, что наше сельское хозяйство развивается, динамика положительная. Но темпы вот этого развития, они нас не удовлетворяют, поскольку очень быстро меняется мир вокруг нас. Очень много всяких позитивных и негативных моментов вокруг нас возникает и это все серьезно влияет на нас. И мы должны быть более собранными и более динамично развиваться. А что конкретно замедляет темпы развития? Замедляет темпы развития, я считаю, что госуправление в целом в нашей стране, я считаю, самое слабое звено, которое почему-то не рассматривается, не принято его обсуждать, это госуправление. Я считаю, что у нас, у бизнеса, в первую очередь претензии к самому правительству. Нет четкой сбалансированной единой политики, единого поведения правительства как органа целостностного. У нас есть проблемы, когда одно министерство делает одно, другое министерство делает совершенно другое. Там Минфин и Минэкономики, как у меня один из моих гостей в интервью говорил, что это суперминистерство, которое блокирует там и другое, и третье. И то есть Броуновское движение внутри правительства, оно налицо. И мы считаем, что должна быть четко видна государственная политика. И она должна быть последовательной, понятной и правильной. И все отрасли должны работать примерно в одном направлении, не противоречить друг другу. И ни одна отрасль не должна развиваться за счет другой отрасли. То есть вот этого к нам, к сожалению, пока не хватает. Ну а как же, есть же план развития сельского хозяйства от МСХ, который там каждую пятилетку он выпускает. Да, у нас даже последняя программа, она государственная. Если до этого она была отраслевой программой, касалась только нашей отрасли, то сейчас она поднята на уровень государственной программы. Но ведь практически ничего не поменялось. В то время, как у нас работает государственная программа, ведь по логике вещей мы как обыватели понимаем, что если принимается государственная программа, то ничего в этой стране не должно вводиться нового, что противоречило бы этой государственной программе. А у нас на деле происходит так, государственная программа работает, но при этом инициативы других министерств, других ведомств идут вразрез с той политикой, которая оглашена была в этой государственной программе. То есть открытая несогласованность в политической структуре. Да, да. Я считаю, что это главная проблема. Ну и справедливости ради сказать надо, что у нас у фермеров тоже есть свои проблемы. Мы тоже иногда не соответствуем тем требованиям, которые государство от нас ждет. И требует от нас рынок в сегодняшнее время. Мы тоже не все отстаем. Ведь у нас очень много вопросов, когда фермеры не соблюдают севооборот, например. У нас есть неправильное использование земель, нерациональное, скажем так, которое не соответствует требованиям его сохранения, скажем, почвы и так далее. У нас есть проблемы, когда фермеры сегодня не хотят объединяться в кооперативы, в какие-то другие организационные структуры, которые позволяли бы быть более конкурентными на рынке, чтобы согласованно работать. То есть вопросов на самом деле достаточно много. Ну а кто вот это должен решать? Это должны сами какие-то фермерские объединения, вот как Союз овощеводов или... Я считаю, что... Или какое-то шество государство должно взять? Нет, государство не так. Государство должно создавать правила игры. Понятные. И правила игры, которые будут приняты сельским хозяйством, его субъектами. И по этим правилам должны жить все. А у нас эти правила все время меняются. И в этих правилах нет понимания, что будет завтра и для чего эти правила. Какую цель преследуют эти правила. Это что касается государственного управления. А все остальное мы фермеры должны делать сами. То есть вот если вы обратили внимание, институт ассоциации союзов, он вот серьезно стал работать практически вот, ну я не знаю, лет максимум 10 назад. Только начал работать. До этого у нас были некоторые союзы, которые работают достаточно давно, но они были единичные. Сегодня, в принципе, практически все подотрасли сельского хозяйства уже имеют свои ассоциации. И эти ассоциации уже научились работать с правительством, с государственными органами, между собой. Атамикен, например, созданный, я не помню, в 2014-2015 году, когда, он тоже сыграл свою роль организационную. То есть и на площадке Атамикен мы научились уже формулировать свои проблемы, правильно их ставить перед государством. То есть вот этот процесс идет. Просто он идет очень медленно и нет последовательности. А по какой причине он идет медленно? Фермеры сами инициативу не проявляют, не объединяются, получается? Ну, трудно сказать. Здесь очень много глубинных, наверное, проблем. Это и ментальность, и та история, которая, скажем так, генетически в нас всех сформировалась. Тот же Советский Союз, который еще в нас сидит в какой-то степени у всех, в мозгах, я не знаю, где-то там, в сердце, еще где-то. Это, еще раз повторяю, это непоследовательная и нечеткая политика самого государства. Это та защита. Я скажу одну очень крамольную вещь, которую, может быть, не все фермеры меня поддержат, но это моя позиция личная. У нас очень много различных видов субсидий, и мы очень много ждем от государства. И нас балуют вот эти надежды, которые на нас, вот этой государственной поддержкой. Государство дает некий месседж нашему фермерству, что мы вам можем дать вот это, мы вам можем дать вот это. И фермеры начинают очень сильно надеяться на силу государства и на его финансовую помощь. И это немножко расслабляет фермеров. Государство должно просто, еще раз повторяю, создавать правильные правила игры. Государственная поддержка – это не только деньги. Это совсем даже, может быть, не про деньги. Деньги, может быть, стоят в последнем очереди. Это создать такие условия, при котором, допустим, банки второго уровня будут с удовольствием идти и финансировать сельское хозяйство. Здесь деньги не нужны. Здесь нужны подходы правильные. Нужны правильные какие-то решения на уровне правительства для того, чтобы банки нормально смотрели на аграрный сектор, например. Вот сейчас пересматривают систему субсидирования. Как я понимаю, нынешняя система, она большинство фермеров удовлетворяла, да? Ну, на самом деле, те правила субсидирования, которые сегодня существуют, они достаточно проработаны, скажем. Они уже прошли какое-то испытание временем. И, возможно, там необходимы какие-то небольшие уточнения, какие-то небольшие корректировки. Но в целом эта система работает. Возможно, есть более лучшие варианты. Но сегодня, вот данное время, абсолютно неправильно что-то менять. Потому что мир изменился. Мы все с вами видим все, что связано с Россией и Украиной. И тот кризис, который еще до этого конфликта между Россией и Украиной назревал во всем мире. Ведь на самом деле сейчас во всем обвиняют этот конфликт между Россией и Украиной. Но, насколько я понимаю, перед этим назревал серьезный мировой экономический кризис. И некоторым странам стало выгодно теперь все валить на конфликт. А на самом деле там более серьезные глубинные процессы. И вот в этом турбулентном мире нам, Казахстану, нужно очень всем собраться. И нам нужно реагировать на каждодневные изменения ситуации и находить свою выгоду. Мы очень выгодно расположены. Потому что мы сейчас видим, что вот Россия на нас давит в рамках ЕАЭС. Она более сильная страна, она там на нас давит. Есть такое на самом деле. И мы рассматриваем все это с негативной точки зрения. Но если посмотреть на это как на вызов и возможности, то у Казахстана сейчас есть очень хорошая возможность как раз стать вот тем островком в ЕАЭС, который близко расположен к России, имеет большую границу, хорошие связи. И сработать на вот этом кризисе. Но здесь должна быть командная работа между правительством и бизнесом. То есть, по большому счету, система субсидирования нежелательна. Нежелательна. Вот сейчас его нельзя менять. Вот когда наступят стабильные времена, тогда, конечно, мы должны что-то корректировать. Ну а Минсельхоз, тем не менее, он разрабатывает. Он тоже, наверное, вам как к Союзу восьводов присылает свои... Ну, что надо сказать. Во-первых, сегодняшнее руководство Министерства сельского хозяйства сделало очень хорошую вещь. Она это обсуждение сделала широким. Там присутствует заместитель Акимов через онлайн. Присутствует бизнес, который находится в регионе. Мы, отраслевая ассоциация НПП, Атамикен. В общем, достаточно широкое. Ну, я не помню вот такое обсуждение вот в таком масштабе до этого. То есть, это плюс. И сегодня руководство Минсельхоза, я думаю, видит и чувствует необходимость того, что снизу идёт вот это настроение, когда все хором и чиновники на уровне регионов, сам бизнес говорит о том, что да, не всё здесь может быть хорошо, но сегодня не время. Сегодня надо это отставить на более спокойные, стабильные времена и заняться другими вещами. Не создавать вот этот психоз, ажиотаж, там менять какие-то правила. А потом мы же с вами знаем, что позиция Минсельхоза ещё ущербна тем, что оно руководствуется предписаниями, которые даёт Антикор. Ну, ребята, якобы коррупционные риски. Но мы живём в унитарной стране, где единые законы для всех одни, где есть службы фискальные, службы правоохранительные, антикоррупционные. Ради бога, работайте и смотрите. Если кто-то нарушает, у нас же получается так там, и из всего того, что они там находят, этот самый Антикор, по факту, вот прошлым фактам, получается, что там может быть 1% или 0,1% фермеров что-то нарушают. Но меняется система целиком для всех тех, кто добросовестный, нормально работает. И Антикор не может быть, и Антикор сам об этом говорил не раз, что мы не вмешиваемся в политику государственной поддержки. Мы просто указываем со своей стороны, где есть слабые места. Мы не говорим поменяйте, мы говорим обратите внимание на слабые места. Как вы относитесь к тому, что Минсельхоз хочет вывести встречные обязательства для получателей субсидий? Нужно ли это? Вообще для чего это делается, по вашему мнению? Ну, я категорически против каких-то встречных обязательств, потому что это всё от лукавого идёт. У нас, как в любой другой стране, должны работать институты свои, которые призваны. У нас все эти институты есть, но они свою работу не выполняют. Что я имею в виду? Если ты нерачительно используешь землю, у нас есть земельная инспекция, у нас есть земельный комитет, у нас есть НАУ «Правительство для граждан». Это бывший институт, который занимается изучением качества земли, следит за качеством земли и так далее. Имеется, в общем-то, лаборатория. И если любой фермер получает, он субсидию не получает, если он неправильно использует землю и приводит к деградации почв, эту землю у него надо отнять. Вот это должно работать, а оно не работает. А встречные обязательства фермеру, ну как можно давать? Как вы их проадминистрируете, я не совсем понимаю. И это самая коррупционная статья будет завтра. То есть я, местный исполнительный орган, не совсем понимаю, как я могу проследить за тем, эффективно он получает урожайность и неэффективно. Эффективно использует эту землю или неэффективно. Я могу докопаться до чего угодно завтра и поставить вопрос об изъятии. Эти обязательства недавно, где-то месяц назад, Крышукеев озвучил. Это 3% прирост производства. Глупость. Я вам сразу скажу, у нас мы очень сильно зависим от климатических условий. У нас есть года урожайные, есть года неурожайные. Мы тоже об этом недавно в видеоролике говорили. Я отправил на дополнительный запрос. Он говорит, мы предусмотрели. Но вот ответы я до сих пор жду, что-то не получаю. И еще там одно обязательство. Повышение производительности труда ежегодное. И вкладывание инвестиций в общий капитал не реже, чем 15 лет. Это справедливо получается сделать встречные обязательства. Это, на мой взгляд, исходит из того, что этим правительство хочет прикрыть свою невдовлетворительную работу. Еще раз повторяю. Есть институты, которые обязаны следить за рациональным использованием земли. Это совсем другая тема, не касающаяся субсидирования. Почему сегодня неэффективно иногда фермер использует землю? Почему он не делает агрохимический анализ почв? Почему он не вносит удобрения столько, сколько нужно? Хотя сегодня есть технологии, при которых необходимо вносить, допустим, биопрепараты, а не минеральные удобрения. Кто за этим будет следить и кто будет говорить, ты правильно делаешь или неправильно? Но почему он не повышает урожайность, там совсем другая причина. Причина в том, что мы топчемся на месте, в общем-то, можно сказать. Это при том, что есть отдельные хозяйства, которые в два раза увеличили урожайность при тех же условиях. Чем отличаются эти хозяйства от массовых, от всех остальных хозяйств? От отдельных хозяйств. Почему? Потому что эти хозяйства, у которых урожайность, скажем, в два раза выросла по сравнению с той средней, которая была в советское время, скажем, в лучшее советское время. Да потому что он хорошо исполняет ту технологию, он выбрал правильную технологию выращивания этой культуры, и он эту технологию беспрекословно выполняет. А что нужно для того, чтобы беспрекословно выполнять эту технологию? Это необходимо иметь денег столько, чтобы тебе хватило все это делать. Если тебе нужно обновить семена и купить, допустим, первую репродукцию или элиту, у тебя должно быть денег столько, чтобы ты купил столько, сколько тебе нужно. Если у тебя земля говорит о том, что агрохимический анализ, что у тебя не хватает фосфора и азота в таком-то количестве, то ты должен в действующем веществе внести столько удобрений, сколько тебе дал этот агрохимический анализ. Мы же не исходим не из того, что нужно земле и нужно этой технологии, мы исходим из того, что у меня в кармане есть. И у массового фермера сегодня катастрофически не хватает оборотных средств на соблюдение технологий. Он человек не глупый, он человек, его ума и образование достаточно для того, чтобы понимать, что его земле нужно. Но у него нет возможности, потому что банки не хотят работать сельским хозяйством. Других источников денег нет. У нас у картофелеводов получается такая ситуация. Многие, ну может быть не многие, но достаточно многих фермеров вынуждены идти на базар и говорить, дай мне деньги. Тот говорит, хорошо, я тебе дам деньги весной, но ты мне по 30 тенге осенью продашь свой картофель. Форвардный контракт. Форвардный теневой контракт. Он ему дает черный нал и говорит, цена на рынке будет где-то 60-80 тенге. Вот было время, когда я сам брал, тогда была цена где-то 60, я брал по 25 тенге. Он мне говорил, ты мне по 25 отдашь картофель. Ну это драконовские условия, а у меня другого варианта взять этих денег нет. И я соглашался на эти условия, потому что банки меня не принимают. И вот правительство не создало в нашей стране условия, при котором банки бы готовы были финансировать сельское хозяйство. И вот эту неспособность создать правильную финансовую систему, они теперь хотят переложить на плечи фермеров. И сказать, что если ты нерационально используешь эту землю, я тебя отберу, дай мне встречные обязательства за эти субсидии. Но, ребята, вы создаете условия, ведь самый главный вопрос, когда мы говорим о проблемах, вот, Ирлан, вы задаете очень правильные вопросы, но они имеют глубинный смысл, глубинные причины. И я хочу вас как раз вот к этим глубинным причинам и привести. Вот я хотел через это интервью сказать одну очень важную вещь, которую должны понимать общество, правительство и бизнес. Смотрите, мы недавно поменяли конституцию и провозгласили, что земля принадлежит народу. Это очень правильная поправка. И сегодня государство теперь как говорит? Я тебе даю землю, которая принадлежит народу. И ты несешь ответственность перед народом за правильное использование, эффективное использование и рачительное использование этой земли. Это неправильная постановка вопроса, когда он на этом ставит точку. Он не только должен ему предоставить землю, он как ответственное перед народом государство, он должен сказать, я тебе даю землю и тебе дают доступ к финансированию. Вот ты должен идти туда, в банк такой-то или в такой-то и тебе дадут сразу деньги, как начинающему фермеру, столько денег, сколько нужно для того, чтобы рачительно использовать эту землю. Они вот эту вторую часть полностью игнорируют. И сегодня фермер молодой берет землю, ему 25 лет, скажем, он решил работать, он где-то еле-еле нашел, там, послушаем, 500 гектаров земли. Но если у него собственных денег нет, ни один банк, даже агрокредитная корпорация, стартапы старается не финансировать. И говорят, у тебя нет кредитной истории, извини, мы тебе не можем дать, дай мне твердые залоги. Что такое твердые залоги? Это квартира в Астане, в Алма-Ате или еще где-то? Вот смотрите, я банк, я тоже бизнес. Если я вам деньги даю, то я должен иметь 100% гарантию на возврат этих денег. И ни один банк, он в принципе не согласится вот так впустую отдавать деньги фермерам. Как это надо предусмотреть? Что нужно? Ну это предусмотрено во всем мире давным-давно. Нам просто надо очень внимательно изучать опыт других стран и адаптировать их сюда. Первое и главное, что мы должны сделать, это чтобы стоимость земли была очень высокой, рыночной стоимостью. Мы по этому пути уже пошли. Мы сумели все-таки правительству доказать, что необходимо землю сделать так, чтобы земля имела свою справедливую цену. И на Западе ведь какая ситуация? Фермер, стоимость его земли гораздо превышает те деньги, которые ему нужны, чтобы вести успешное сельское хозяйство. Вот в чем принципиальная разница. Что нужно сделать? Первое мы уже сделали. Сейчас вот с 22-го года, если я не ошибаюсь, действует норма, при которой фермер имеет право продавать право на землю. Он ее имеет в аренде, и вот это право аренды он теперь может как товар продавать. Раньше было что? Раньше я могу землю только за право аренды могу закладывать в банк, или входить в уставной фонд другого предприятия. Других у меня прав не было. Теперь мы добавили право, при котором фермер может продать свое право. Если он 5 лет на этой земле работает, то он на 6-й год может просто ее как товар продать, и другую ее покупает. Это первый шаг к тому, чтобы земля имела справедливую рыночную стоимость. Потому что банк говорит, твоя земля ничего не стоит сегодня. Но при этом мы хорошо знаем, что землю найти в зерносеющих регионах сегодня днем с огнем не найдешь. Нету земли, потому что вся она работает сегодня. Даже если пастбища еще есть такие, которые там кто-то владеет, но ничего на ней не делает, то по пашне таких проблем уже практически нет. Может быть там совсем плохие земли, но там, где хорошая земля, в Кустанайсе, в Казе, в Акмале, в Павлодаре и так далее, в Караганде нету этой земли. То есть она реально стоит другие стоимости имеет. Но это все где-то в тени. Это надо легализовать. Это первый шаг мы должны сделать. Мы ее сделали право аренды иметь продажи. И тогда следующий шаг мы тоже с 2020 года сделали. Мы поменяли систему страхования. И теперь фермер может страховать свои земли. И если погода не позволяет, то ему получить хороший урожай. Там засуха произошла, дефицит осадков. Или осенью при уборке, наоборот, были дайжи, и ты не смог нормально убрать. Вот эти два инструмента сегодня начали работать. И ему оплачивают. И там оплачивают не наши страховые компании, которые имеют небольшие деньги, проще говоря, имеют небольшие деньги, и они не могут покрыть тот дефицит, который возникает, если вдруг засуха произошла. За этими нашими отечественными страховыми компаниями стоят и западные перестраховочные компании. Допустим, три европейские компании, которые в рейтинг самых крутых страховых компаний Европы входят. Сегодня опять слишком далеко уходят. Хорошо. К основной мысли перейдем, то, что земля должна использоваться как налоговая. И тогда, если эта земля страхуется, то банк ее берет с большим удовольствием. Он знает, что... И пишет в договоре, я взял твою землю, дай мне страховой полюс. И если наступит вот этот страховой случай, то эти деньги мне придут сразу напрямую от страховой компании и покроют твои обязательства в какой-то части. Это второй инструмент. Третий инструмент сегодня, это когда у нас есть кредитные товарищества. У нас этот институт работает тоже около 20 лет. И кредитные товарищества чем отличаются от простых фермеров? Там кредит берется, и все, кто в этом кредитном товариществе, там 10, 20, 30 фермеров, да, или там 50 фермеров, они несут солидарную ответственность по обязательствам каждого фермера. И если кто-то один не рассчитается за свой кредит, то за него должны гасить остальные. И эти кредитные товарищества сегодня являются очень привлекательными структурой для банков. Но мы должны какие-то корректировки сделать в некоторых подзаконных актах, и Нацбанк должен там очень внимательно поработать, на мой взгляд, для того, чтобы кредитные товарищества перестали сидеть там на спине аграрной кредитной корпорации и ждать государственные деньги, а выйти на банки второго уровня. И государство должно придумать какие-то выгодные для банков инструменты, чтобы они эти кредитные товарищества разобрали. Потому что солидарная ответственность – это очень мощный инструмент, который позволяет кредитным товариществам сегодня работать так – там меньше одного или где-то один процент невозврата. У банков считается нормально, когда 4-5, по-моему, 6 процентов невозврата – это еще вроде как бы ничего. Плохо, когда там 10 приближается, насколько я знаю. А здесь всего один процент. И сегодня Нацбанк этого не видит, правительство этого не видит и не думает над тем, как это изменить. То есть даже вот эти три инструмента, если они сейчас начнут нормально работать, они должны повысить стоимость земли и сделать привлекательным банки фермерства, сельское хозяйство привлекательным для банков второго уровня. То есть залоговым инструментом станет земля. И банки уже будут более заинтересованы в выдаче денег и бороться средств. Да, страховой полис и солидарная ответственность – это три инструмента, которые могут серьезно подвинуть. Если, допустим, даже 30 процентов фермеров будет работать через банки второго уровня, это уже будет серьезная революция. Потом следующий фактор. Дому сегодня на 50 процентов или даже иногда на 80 процентов может за тебя гарантировать, если твоих залогов не хватает. Но это работает очень, скажем так, плохо или мало работает на сельское хозяйство. Там больше реальный бизнес, который находится в городе. И мы должны поменять структуру работы АКК. То есть АКК, на мой взгляд, если, скажем, будет не выдавать кредиты, а давать гарантии за сельхозпроизводитель перед банками второго уровня, это тоже одно из решений, при котором банк скажет, что окей, если за тебя АКК гарантирует, а АКК имеет филиалы в каждой области, он уже наработал компетенцию по сельскому хозяйству, у него есть специалисты, и, допустим, землю вся будет находиться в аграрно-кредитной корпорации в залоге, и при этом АКК будет давать залог за фермера, то банк второго уровня согласится, потому что АКК – это для него понятная структура. И там стоит государство, и если завтра кто-то не рассчитается из фермеров, то АКК заплатит за него. И это тоже четвертый инструмент, который бы сдвинул с мертвой точки вот этот вопрос. И получается, если так тезисно подходить, то в целом темп развития сельского хозяйства останавливает недостаточность оборотных средств, и государство должно создать какие-то условия, чтобы этих средств было достаточно. Конечно, не деньги просто выделять, а создавать условия. Не надо плоско понимать свою роль государству. Она думает, что чем больше я дам денег, тем лучше. Не всегда деньги решают все. Ты создай правила игры, создай условия для банка второго уровня. Ведь в подтверждение своих слов, что я хочу еще сказать. За все эти годы, я вот с 2016 года активно работаю вот в этой сфере, будучи председателем Союза картофелеводов, ни разу, сколько я не просил лично, я не буду говорить про других, я на разных уровнях ставил вопрос о том, давайте мы за один стол сядем. Банкиры, ассоциации финансистов, аграрно-кредитные корпорации, другие, там, Байтирек, и фермеры через Союз, Атамикен, давайте мы все сядем за один стол и крепко подумаем над тем, как же нам друг другу быть выгодным. Вы бизнес-банки, и мы тоже бизнес. Давайте мы сами подумаем, что надо сделать, и давайте предложим Нацбанку и правительству вот такие-таки инструменты. Но ни разу мы не смогли сесть за один стол. Ни правительство в этом не заинтересовано, и даже в Атамикен я обращался, что давайте мы эту работу проведем. Это очень сложная, большая работа, и мы там обязательно найдем точки соприкосновения. А сегодня получается так, что я не буду, конечно, я не эксперт в банковской сфере, но даже мне, обывателю, видно, что сегодня банк, имея излишнюю ликвидность, то есть у него денег достаточно. Он идет или в потребительский рынок, который скоро, мне кажется, лопнет, потому что уже население закредитовано. Там уже начинается проблема. Второй инструмент, он покупает государственные облигации и получает гарантированно 10-15% годовых, или сколько-то там, ну, ничем не рискует. Он правительству дает в долг деньги под там 8-9%, и всем хорошо, правительству хорошо, и банкам хорошо, а реальный сектор эти деньги не может получить. Так может быть, есть смысл подумать над тем, чтобы сократить портфель вот этих государственных облигаций, и чтобы банки туда шли только там не больше там какого-то процента, а остальные он должен в реальный сектор. Или ты можешь покупать облигации государственные при условии, что ты настолько-то финансируешь реальный сектор. Например, вот такие вещи должны быть, но они, на мой взгляд, пока не работают. Ну, то есть Минсельхоз вот ежегодно, согласно плану АПК, выделяет 300-400 миллиардов тенге. Уже ли этого не хватает в казахстанском секторе? И не будет хватать. Вот при том подходе, который имеет правительство, то, что я говорил выше, да, не решая, пока она не решит главные проблемы, а будет думать о том только, как бы субсидиями вопросы все решить, никогда они улетят в два раза субсидии, и через год их не будет хватать. Это как человек, если он правильно свой бюджет семейный не строит, то повышению зарплаты он радуется только один месяц, а потом через месяц у него повышенной зарплаты уже не хватает. И вот этот несистемный подход правительства, он как раз приводит к тому, что у нас картофелеводство, я вам скажу так, оно создалось как подотрасль, это новая отрасль создалась в независимом Казахстане. Это не советское наследие. Главным образом это все, что создано в период независимости, и в нулевые годы оно было создано, отрасль картофелеводства, которую сегодня мы знаем. Которая есть. Так вот, она была создана тогда, когда субсидии были ноль. Мы ее создали. И теперь вдруг мы не можем работать, когда у нас есть субсидии, и нам все не хватает и не хватает. Понимаете, это зазеркали. Мы живем в условиях неправильных систем координат, когда у нас основополагающие вещи не решены, и мы их не пытаемся решать, мы решаем какие-то следствия, последствия каких-то неправильных системных вопросов. И это никогда не приведет к хорошему развитию. Тогда можно к концу подойти, к конечной мысли, то, что главная задача сейчас создать все условия для того, чтобы фермеры могли находить деньги для оборотных средств, имели доступ для денег на оборотные средства, за счет того, чтобы ставить залог землю, то есть на недвижимость. Да, чтобы земля в цене выросла, и ее достаточно было для того, чтобы брать те деньги, какие тебе нужны. Я вам даже один случай приведу, не буду называть название, но у нас есть сегодня кредитное товарищество, а нет, микрофинансовая организация на юге страны, которая выделяет деньги фермерам по 35% годовых. И фермеры берут, живет хорошо и эта микрофинансовая организация, и фермеры финансируются. То есть... За счет залога земли получается, да? Я не знаю за счет чего. Я просто к тому, что бесконечно удешевлять стоимость и делать ее доступной только для определенной кучи людей, когда все равно 80% фермеров не имеет доступа к этим деньгам, это сизифов труд, который ничему хорошему не приведет. Надо решать доступ к деньгам ко всем. Это гораздо важнее, чем удешевление процентной ставки на 1, на 2, на 3%. Важнее вот это. И вот пока правительство это не поймет, и пока не начнет работать над важными, над главными вопросами, которые может решить только само государство, бизнес так и будет топтаться на месте. Про утилесбор, тема избитая. Но вот я думаю, если Тухаев переизберется, он должен его убрать, потому что это вообще какой-то нонсенс. Я посмотрел в Европе, как делается. Извините меня, 300-400 долларов. Вы понимаете, делать утилесбор скрытой заградительной мерой. Ради развития автопрома отечественного. Автопрома или, вернее, даже сельхозмашиностроения. Но это очень неправильное, мягко говоря, решение. Это не мудрое решение. Потому что, поймите, когда у нас действует государственная программа развития АПК, когда мы говорим, что АПК является драйвером экономики, мы это затвердили везде, начиная от ельбасы президента и последнего фермера. И в это время мы говорим, давайте будем... Автопром развивать. Нет, развивать сельхозмашиностроение отечественное, но не за счет какой-то государственной программы, а за счет фермеров. Пусть один фермер, который никогда не будет покупать этот собранный здесь белорусский или российский трактор или комбайн, он покупает современный и он дает вот эту двойную урожайность. Это те фермеры, которые в Казахстане отдельно, которые подняли урожайность в два раза за 10-15 последних лет и работают очень эффективно, и все остальные должны к ним подтягиваться. Теперь говорят, это ребята должны теперь платить налог в виде утилиционного сбора, чтобы какой-то другой фермер мог покупать этот трактор, который на 20-50 лет отстал от современных тракторов по своему технологическому оснащению. Я не думаю, что это идет вообще какой-то для благих целей, я думаю, это вообще как заработок для кого-то. Это коррупционная схема, отдельная группа людей и компаний, на мой взгляд, как мне кажется, я не владею всей информацией, но складывается такое впечатление, что отдельная группа компаний и людей обогащается на этом и находится в комфортных условиях, которые искусственно государство создало им в ущерб другим секторам экономики. Ведь сегодня у нас, я вам извиняюсь, Ирлан, сегодня у нас есть компании, которые производят сельскохозяйственную технику, плуги, плоскорезы, лапки делают, опрыскиватели, жабки, они не получают от государства какую-то поддержку. Да, я тоже знаю это. А те, которые просто колеса прикручивают, они получают огромную в расчете на то, что когда-нибудь, может быть, через 10 лет они станут производить космические корабли, там супер какие-то комбайны, которые будут лучше, чем западные. Но это блеф. Это блеф. И это бьет по инвестиционному климату Казахстана. Вот что плохо. Очень сильно бьет. Мы же сегодня говорим, сюда западные компании придут не за преференциями. Наши, опять же, здесь очень плоское мышление государства, когда он говорит, я тебе дам освобождение от такого-то налога, от такого-то налога на 5-7 лет, приходи сюда. Это фигня, потому что когда западный бизнесмен строит свой бизнес-план, вот я хочу построить какой-то завод в Казахстане. Он никогда не смотрит на эти преференции. Он смотрит на то, что этих преференций нет. Если этот бизнес выгодный без всяких преференций, тогда этот бизнес стоит развивать. И ему преференции – это до лампочки. Ему важнее гарантии, что я построю здесь завод, никто у меня завтра его не заберет, никаких революций здесь не случится, и пьяные мужики не придут, и не разнесут мне этот завод, и что здесь не будет утечки кадров, что здесь будут гарантии для меня, что я смогу работать нормально, и никакой маке-саке меня завтра не скажет, отдай долю в компании. Вот это и есть инвест-климат, понимаете? А мы там ничего не создаем, и думаем, что вот эти преференции, и типа утиль-сбор послужат мотивом. Они говорят, вы банановая страна, вы сегодня ввели утиль-сбор, завтра вы скажете, мы национализируем все, вот соседняя страна сейчас говорит, мы там войну объявим кому-то, мы сейчас национализируем вашей компании. Никто сюда ни за какие преференции не пойдет, потому что, еще раз повторяю, бизнес строит только тот проект, реализует, в котором без всяких государственной поддержки он должен быть выгодный. Если этот бизнес строится на каких-то преференциях, он выгодный, без преференции он сдохнет, тогда этот бизнес никто не будет реализовывать. Нормально. Такой бизнесмен нам не нужен. Нас своих таких хватает. У нас государство тех условий создать не может, поэтому хоть как-то дозаманивает по ходу. Опять же, не занимаясь своими прямыми обязанностями, он начинает лезть и в какую-то не ту сферу и пытаться там создать видимость. Вот создать видимость, это исходит из того, что госчиновник у нас временный. Ему нужно здесь и сейчас себя проявить, что ты хорош. Иначе тебя снесут. Жизнь любого госчиновника, первого, скажем так, руководителя отрасли или второго на уровне вице-министра, она очень коротка. И это, вот как ни крути, любая наша проблема, если мы ее начинаем искать глубинные причины, а почему, а почему, а почему, то мы упираемся, к сожалению, мы уходим в политическую сферу. Вот поэтому мы большие надежды возлагаем на нашего президента и на вот этот 7-летний срок. И я считаю, что я, как гражданин, не должен бояться говорить о политических вещах, являясь сельхозником. Потому что я гражданин этой страны. И я очень верю в то, что один срок, 7 лет, это действительно позволит тем, кто работает эти 7 лет, работать эффективно для того, чтобы тебя через 7 лет, заменивший тебя человек, не снес тебя, не завел на тебя уголовное дело и так далее. Ну, дай бог, чтобы это было. Потому что мы, бизнес, мы устали от того, что мы проигрываем всем. То мы россиянам проигрываем, то мы белорусам проигрываем, Украине проигрывали до недавнего времени, теперь мы проигрываем во многих вещах Узбекистану. Этого нельзя допускать. Мы работаем в узком рынке здесь, и мы должны быть конкурентоспособными. А эту конкурентоспособность мы не можем в полной мере свою проявить, потому что правила игры, которые созданы в этой стране государством, они меняются, и они не дают нам быть конкурентоспособными. В этом проблема.